Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. К схеме дробления закупок, чтобы не проводить торги. Исполняющий обязанности главы администрации Геннадий Плехов пояснил, почему такое происходит. Один из моментов – это кадровая, скажем так, лихорадка, которая происходила. Потом несвоевременно приняты управленческие решения по закупкам. Концепция оформления нового года была утверждена только в ноябре месяце. Ну и в прошлом году ситуация еще была такая, она и в нынешнем году, скорее всего, повторится по УДПИ. В ноябре месяце буквально, значит, были выделены дополнительные деньги, остатки неосвоенные. Городу предложили и пришлось выбирать или идти на единственные закупки, или, значит, не расходовать деньги. Из двух миллиардов рублей, выделенных Департаменту городского хозяйства на закупки, в прошлом году сэкономили на торгах только 90. Программа Экономика. Последний раз в этом году земельный налог платится по старым правилам. Компания уже началась, и мэрия Кирова напоминает садоводам об уплате. До конца этого года налогоплательщики самостоятельно исчисляют земельный налог и подают декларацию в городскую налоговую инспекцию. Со следующего года это будет делать сама налоговая, на основании данных из Единого государственного реестра недвижимости. Садоводческие общества получат налоговые уведомления до 1 февраля 2021, заплатить нужно будет до 1 марта. А теперь информация от наших партнеров. Больше трети жалоб кировчан в Роспотребнадзор на нарушение прав потребителей касаются покупки смартфонов, одежды, технически сложных изделий. Их за прошлый год поступило больше тысячи. Директор Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров, чтобы разрешить проблемы с продавцами с наименьшими затратами нервов и времени, рекомендует готовить письменные претензии. Если вы придете с телефоном, они у вас его заберут, куда-то отправят, вам скажут, что все нормально у вас. Не надо сразу все им отдавать, лучше напишите претензию. И на консультацию обратитесь к нам, например, в Кировский региональный экспертно-оценочный центр. Мы осмотрим, если там действительно есть недостаток, тогда есть смысл вам бежать в магазин, в суд или еще куда-нибудь. Консультация недорогая. Ваши расходы по консультации, по экспертизе, они вам вернутся потом либо через суд, либо добровольно с магазина. Мы объясняем. Человек уходит с пониманием того, есть смысл дальше идти в судебные разбирательства или нет. Кировский региональный экспертно-оценочный центр предлагает большой перечень услуг по независимой экспертизе товаров, начиная от одежды и обуви, заканчивая телевизорами и автомобилями. Компания имеет большой опыт работы из штат-специалистов, а также работает с опытными юристами, которые могут помочь в суде. Кировский региональный экспертно-оценочный центр «Орловская-52». Телефоны 64-5004, 444-861, сайт kriots.ru Экономика. Завершение валюты. Доллар сегодня 78 рублей 4 копейки, евро 84-16. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Кировский региональный экспертно-оценочный центр «Экономика» на 101FM. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Орга Болезина. Ольга Болезина.